Практическая психология Здравствуйте! В студии Надежда Бошмельева, семейный психолог. Это программа «Практическая психология». Сегодня мы с вами говорим про эмоциональный интеллект. И я пригласила в студию педагога-психолога Елену Петушкову. Лена, здравствуйте! Здравствуйте! Такая тема – эмоциональный интеллект. Конечно же, это сейчас в тренде, все это обсуждают. Можно почитать книжку, можно задуматься. Но я столкнулась с тем, что это знают психологи, это знают педагоги, но все больше и больше мне задают родители вопрос. А что такое эмоциональный интеллект? Поэтому решила, давайте мы с вами сегодня очень доступно, в такой спокойной форме, всем нашим слушателям расскажем, в чем ценность эмоционального интеллекта, что это вообще такое, с чем его едят, и почему он для нас важен. Да, конечно, наблюдается общая тенденция развивать интеллект чуть ли не с пеленок. Там даже во внутриутробном развитии мама уже читает сказки, слушает музыку, что ребенок это слышит. Но он не только это слышит, он еще способен воспринимать, какие эмоции переживает мама. То есть обеспокоена она в этот момент, или ей до такой же степени нравится слушать Бетховена, как и малышу теперь. Поэтому, как сказать, надо уделять внимание всему, и интеллекту, и чувствам, которые мы можем пережить. Действительно, да, ребенок только рождается, мы его уже что-то, сразу же массаж делаем, пытаемся там физически его укрепить, да, интеллектуально развиваем. А эмоциональный интеллект, он у нас все чаще и чаще остается в стороне, да. Я представляю сейчас ужас родителей, которые скажут, ну вот теперь мы еще и это должны делать. Ну вот если брать в антогенезе, то вот этот коэффициент IQ, мы его нажили в процессе эволюции, так? А эмоции, они есть и у животных. То есть они появились раньше, чем IQ, поэтому не надо забывать о том, что нам дано изначально, то есть первоначально. А коли это есть, то с этим нужно научиться жить. То есть когда у нас идут перекосы в развитии, вот ребенок, он интеллектуально одарен, говорят, он уже читает там в два года, но он абсолютно не сносен. Мама не может с ним совладать. Дети не хотят с ним играть, потому что они не знают, какую реакцию от него ждать. Это все говорит об именно такой эмоциональной незрелости. То есть ребенок не может совладать со своими эмоциями. Почему не может? Потому что он находится, может быть, в такой среде, что ему не дают пережить то, что ему вот сейчас природосообразно. Вот эта некая такая заученность, которая вот сейчас идет в тенденции, она и отсекает мир эмоций, от мира, ну как бы, осознания этих эмоций. Поэтому надо обращать внимание на это. Ну вот давайте попробуем так, не спеша прямо, да? Эмоциональный интеллект, я для себя его делю на два таких очень важных составляющих. Первое, это когда ребенок, ну и вообще взрослый человек, способен распознать эмоции, понимание и намерение, а также желание другого человека. То есть у нас получается, что я еще, я вот еще вот только-только-только вот там родился, я вот уже теперь думаю, кому бы мне улыбаться, от кого мне больше будет польза, тепла, любви, там еще что-то. Ну это так образно говоря. Это межличностные. Да, межличностные такие моменты. То есть что это нам дает в будущем, если мы вот реально способны бываем распознать эти эмоции, понимание и намерение, и желание других людей? Это нам дает умение лавировать в этом обществе, строить взаимоотношения, выживать в этом мире, то есть не подвергаться воздействию настроения, а умению жить, ну как бы в гармонии с нашим настроением. Потому что настроение, оно может у нас держаться годами. Ну как расскажите про настроение, которое... Да, настроение может держаться годами, а эмоцию мы можем переживать, ну как по исследованиям физиологов, психологов, она длится всего максимум 12 минут. Минут? Минут. То есть от мгновения до 12 минут максимум. Как здорово. Это длится эмоция, то есть воздействие её на нас. А потом уже идёт наше настроение. То есть если мы словили эту эмоцию, да? Да, мы её словили. Правильно прожили, прочувствовали, да? Поэтому и говорят, что эмоцию надо прожить, её нельзя давить. Если мы будем давить эмоцию, мы задавим себя, мы задавим свою душу. Её невозможно задавить, потому что эмоция, она находится в области подсознания. А вот наше настроение, это уже сознание. Это уже сознание. То есть мы уже настроением своим можем регулировать его. То есть вот природа эмоций, она, ну как сказать, можно сказать, понятно. Обжёгся. Больно. Больно. Кто-то изменил, кто-то предал. Мы можем понять. А откуда идёт настроение, это очень сложно догадаться, потому что порой это вообще может тянуться с детства. То есть мы что-то не переживаем. Меланхоличный, да? Настроение у меня есть, он меланхоличное. Да, и он, вот ему может уже быть 25, и он всё в таком настроении. Поэтому этот человек обращается к психологу или к психоаналитику. И психоаналитик, как правило, обращается куда? В детство. В детство. И начинает вытаскивать, откуда это всё было. Откуда пошёл этот неудачный опыт эмоциональный. Эмоциональный. Хорошо. Итак, мы разделили. Эмоциональный интеллект – это на способность распознавать эмоции, понимать намерения и желания других людей. А вторая часть, что для меня не менее важна, это способность управлять своими эмоциями. И мне кажется, что вот этому нас тоже, в принципе, нигде не учат, да? И поэтому, если вы этому научили своего ребёнка, то он может ещё любого человека, у которого высокая IQ, да, сделать не раз. Итак, для чего же нам нужно управлять своими эмоциями? Прежде всего для того, чтобы преследовать одну очень важную цель, да? Это решать какие-то практические задачи, которые нам жизнь нарезает ежедневно. Правильно понимаю? Да. Итак, эмоциональный интеллект. Как его мы можем с вами потрогать, почувствовать? Как мы можем сказать, что вот этот ребёнок с хорошим эмоциональным интеллектом, а вот с этим ребёнком было бы неплохо, чтобы, например, родители уделили здесь больше внимания? Какие такие вот признаки мы можем, маркеры? Маркеры, они определяются в основном в поведении и в построении отношений между детьми, но также и между взрослыми людьми. Давайте приведём пример человека, у которого всё хорошо с эмоциональным интеллектом. У человека, у которого всё хорошо, он просто считывает состояние другого человека, то есть у него эмпатичности очень много. Он даёт отчёт своему состоянию, что он чувствует, и также может считывать настроение и состояние другого человека. То есть лишний раз не будет... Да, он не полезет лишний раз, например, под кожу не будет заводить, он будет или успокаивать, он выберет ту модель поведения, ту модель общения, которая будет продуктивна. То есть она не будет нести разрушающий эффект. Как для него, так и для, ну, будем говорить, собеседника или партнёра. Хорошо. Значит, следовательно, вот, например, давайте мы сейчас, так как мы берём опять-таки детский период, да, вот ребёнок, у которого незрелость в эмоциональном интеллекте, он что? Он чаще всего как себя ведёт? Ну, как правило, он или провоцирует, или уходит от общения. Провоцирует других на агрессию, дабы выплеснуть то, что у него накопилось, или вообще уходит от общения. Он, будем говорить, такой вот, ну, такой вот, как это даже сказать, ну, такой с синдромом или с дефицитом внимания. То есть этот, как сказать, этот компонент, он является в разных степенях, всё зависит ещё от типа высшей нервной деятельности. Вот и получается, что вроде бы интеллектуально ребёнок развит хорошо, да, физически тоже может заниматься спортом, но, тем не менее, всё время как будто бы неудобный, непринятый, непонятый, не является там в центре внимания в положительную сторону. Правильно я поняла, да? То есть вот примерно такая картинка вырисовывается. Вот у нас вот бытует такого выражения, например, мы очень часто спрашиваем, как ты себя чувствуешь? Ну, практически это первая фраза при встрече. Как ты себя чувствуешь? Что ты ощущаешь? И всегда какой ответ? Нормально. Нормально. Что значит нормально? Ни туда, ни сюда, ни хорошо, ни плохо, да? То есть надо учить не только детей, но и всех нас умению чувствовать прежде всего себя. И как можно чаще спрашивать, что ты чувствуешь? То есть самого себя сначала начинать, да? Самого себя прежде. Что ты сегодня чувствуешь? Причём ответ нормально, он практически исключается. Что ты сейчас переживаешь? И чем больше вот этот словарь эмоциональный, тем больше богаче опыт, тем ярче становится общение и ярче становится жизнь. Да, иногда бывает так, что, ну, неярко, грустно, печаль какая-то. Но это тоже нужно пережить, чтобы, ну, как сказать, безболезненно выйти из ситуации. То есть, во-первых, познакомиться с этими эмоциями, да? Да. Потому что какая бы ни была эмоция, это твой уже опыт, да? Ты его нарабатываешь. Помимо этого, каждая эмоция ведёт к какой-то психосоматической реакции. Например, если нам страшно, у нас, например, холодеют руки, замедляется дыхание, то есть мы испытываем. И в этот момент у нас копится энергия для того, чтобы принять какое-то решение, какое-то действие. То есть замедляя вот все эти процессы, мы аккумулируем энергию действия. Если же мы находимся в состоянии радости, то у нас очень много эмпатии. Мы, как сказать, готовы творить, действовать и горько свернуть. И любить этот мир. Да, любить этот мир. То есть каждая эмоция, она ведёт за собой какую-то реакцию. И умение отслеживать эти реакции, там, похолодели руки, анимели ноги, там, ещё что-то там. Участилось сердцебиение. Участилось сердцебиение. То есть умение отслеживать это, ну, великий, как сказать, дар, который нужно нарабатывать. Причём, если мы говорим, что IQ, чем раньше, тем лучше, то эмоциональный интеллект можно нарабатывать в течение всей жизни. Всей жизни. Безостановочно. И чем вот он, больше проводишь вот такой, даже, как сказать, может быть, самостоятельной работы, если, конечно, удастся лучше поработать с тренером, с каким-то, тем больше благ от жизни мы сможем получить. То есть алгоритм следующий, да, любое своё состояние, будь то, например, тревога, там, радость, там, ещё что-то, да, вы сначала осознаёте. Мы сначала проживаем. 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 12 минут мы его проживаем. Испытываем. Да, его нельзя отбрасывать. С ним надо побыть, с этим состоянием. Не бежать, не бежать. Не бежать, надо просто остановиться. Его нужно прожить. Оно всего будет длиться 12 минут. А всё остальное – это наши надумки. Надумки. Да. Итак, алгоритм, значит, мы это проживаем, осознаём, и потом, я так правильно поняла, что мы должны каким-то образом, то есть получаем опыт и отвечаем себе, да, что это для меня, для чего это для меня, да, и как я потом в будущем, ну, так прямо, да, могу на этой операции и жить дальше. То есть вот это же состояние там, да, когда там тебя, как это говорят, ушатом холодной воды, да. Вот человек, который вылил ушат, вы его увидели, вы пережили эту эмоцию, и в следующий раз вы нажили с ним опыт, с этим человеком. Вы его уже видите, вы к нему близко. Уже не подойдёте. Не подойдёте. Потому что знаете, что там… У вас уже осознанность. То есть когда был ушат, это было бессознательное. И от этого бессознательного вы получили определённый опыт. Мне это не надо, и всё. Да, я буду от этого держаться подальше. То есть вы нажили опыт. То есть ушли уже в сознательное. То есть это уже растёт эмоциональный интеллект. То есть взаимосвязь бессознательного с сознательным при наработке определённого алгоритма действия – это уже формирование эмоционального интеллекта. Отлично. Тогда давайте мы сейчас с вами вот так же доступно расскажем нашим слушателям, как можно в детях, понятно, что мы с вами уже взрослые, можем порассуждать об этом, как можно ежедневно помогать нашим детям взращивать вот этот эмоциональный интеллект. Прямо пошагово. Во-первых, наверное, всё, что касается наших объятий, всё, что касается наших эмоций, связанных с любовью. Об этом нужно говорить? Обязательно. Значит, ребёнок, он как губка, он впитывает всё, что происходит в семье. Давайте начнём с семьи, так ведь? Потому что мы получаем ребёнка, например, в рамках каких-то образовательных учреждений уже в определённом возрасте. А вот он родился, у него уже есть эмоции, то есть он уже выражает плачем, криком, голод, как бы это выражается. И в этот же момент он впитывает всё, что происходит в семье. С каким лицом подходит мама, какие звуки издаются, нравится ему это, он это слышит, он в этом растёт. То есть он уже накапливает эмоциональный опыт. Чем больше эмоций он наблюдает, тем больше идёт ответных реакций. Ну там у нас сначала комплекс оживления, улыбается, то есть это всё эмоции. И потом уже, когда уже формируется вербальная реакция, то есть ребёнок начинает говорить, начинается уже развиваться понимание речи, надо говорить, что ты переживаешь. Я тебе рад. Я счастлива, что ты подарил мне счастье, там ещё что-то. Я сегодня веселюсь рядом с тобой. То есть нужно говорить о том, что мы переживаем. То есть вот у холодных, образно говоря, холодная мать или отец, у них, которые не дают вот это душевное, замороженное состояние или мёртвое, ещё их называют эмоционально, то тут, наверное, будут сложности с взращиванием эмоционального интеллекта у ребёнка. Ребёнку будет сложно, потому что очень сложно выразить эти эмоции. Он их не видит. Ему тяжело, он не разграничивает, в каком состоянии мама сейчас. Вот сейчас сразу же, слушая ваши слова, вспоминаю, как однажды в литературе читала такую фразу, когда клиента спрашивали, что вы помните о своих родителях, он говорил, «У мамы всё время болела голова, и она ходила с выражением «Отстаньте от меня, вы мне мешаете дышать». Вот чтобы не было таких состояний, потому что больше никаких эмоций он не мог вспомнить из своего детства. Ну, это тоже можно смоделировать. Если бы мама говорила, почему у неё или от чего у неё болит голова, всем бы окружающим было понятно, что нужно исключить, чтобы маме было лучше. И опять же, да, эмпатия, сочувствие, вот эти эмоции, они сразу бы стали работать. Вот это очень важно, да, чтобы взрослому обозначать свои эмоции. А то, ну, зачастую наказывают ребёнка, выражают своё неудовольствие, но не говорят, что они при этом чувствуют. Почему ребёнку нельзя это делать? Почему нельзя есть этот же снег? Не ешь. Не ешь, да. А почему? Расскажите мне. Да, не ешь. А почему не ешь? Хочется, да? Там, ты мне доставишь много хлопот тем, что ты можешь заболеть. Или я сама хочу съесть весь снег. Да, мне самой запрещали в детстве. Да, оставь мне хоть немного. Ты мне доставишь много хлопот. Ребёнок однозначно не захочет доставить эти хлопоты. Или наоборот, так захочет. Или наоборот захочет, но это всё зависит уже от ваших взаимоотношений. А говорить о том, что ты заболеешь, ну, чего заболеешь? Я буду дома. Да? Как бы дети, у них же память короткая. Они не помнят все свои ощущения, связанные с болезнью, что им было тяжело, как правило. А вот это, а ты мне доставишь много хлопот, да, маме хлопот нет. Маму надо беречь. Ну, как правило, это срабатывает интуитивно. Поэтому вот нужно говорить, что ты переживаешь. Также приходишь с работы усталый, надо буквально, ну, 10-15 минут, чтобы вот, ну, стряхнуть в себя вот эту пыль дня, да, просто объявите близким. Вот у меня сегодня был очень, ну, такой стремительный день. Мне надо 10 минут, чтобы остановиться. Ну, никто не подойдёт. Все возьмут какие-то обязанности тихонько распределяться. А если будешь строить в себя героиню, то еще потом крещать. Ну, результат такой. То есть, как правило, мы не говорим о своих эмоциях. Ну, это была такая система, я бы сказала, образования, обучения. Мы вообще мало что чувствовали, как будто бы. Это, знаете, тут тоже у меня сокурсница, она говорит, когда я раньше смотрела фильмы заграничные, когда говорила мать своей дочери, там, я тебя люблю, мне казалось, боже, это вообще предел мечтаний каких-либо, потому что моя мама мне такого никогда не говорила. Она говорит, теперь я своим детям, а их у неё трое, говорю по сто тысяч раз на дню, что я их люблю, потому что для меня это была такая дефицитарность, и сейчас я эту дефицитарность хочу, конечно же, отдать. Вот она накопила свой эмоциональный опыт. Она пережила это. Она пережила это уже в зрелом возрасте. В детстве она не отдавала отчёта, что ей нужны эти слова. Она просто жила. И в определённый момент у неё произошло то, что она этого не слышала, а как ей это было бы необходимо. То есть она сама справилась со своей вот этой работой по вытаскиванию своего внутреннего ребёнка на свет. Хорошо. Давайте попробуем разобраться, всё-таки, каким образом ещё работают педагоги и психологи с детками по... Вот мы сейчас с вами говорили на бытовом уровне, а на профессиональном уровне. Как в детских садах, в школах можно, опять-таки, помочь ребёнку развить свой эмоциональный интеллект? Ну, существует очень много игр. Есть эмоциональные театры. Сейчас очень много игрушек выпущено с разными эмоциональными, ну, как бы, окрасками. Есть кукла, которая плачет, которая смеётся, есть с нейтральным выражением лица. То есть есть такой театр. С детьми проигрывают различные, ну, сценки, сказки. Предлагают выбрать. Очень много пиктограмм, которые отображают эмоции. Там сдвинутые брови, опущенные уголки губ. И ребёнку предлагается прочитать, что здесь. Что бы это могло быть? Попробуй сделать так же. То есть предлагается зеркало, ребёнок пытается изобразить на своём лице при помощи мимики то, что изображено. А потом его спрашивают, что ты чувствуешь. Какое у тебя сейчас настроение. То есть переживания в определённые эмоции, оно накладывает не только на лице отпечаток, но и на всём теле. То есть там приподняты плечи, опущены руки, там сгорблена спина, опущена голова. То есть по всему можно прочитать, в каком состоянии пребывает человек. Даже скрещенные руки на груди. Да, всё ведь понятно. Закрыт рот. То есть вот эти все игры, они проигрываются с детьми. Ну, проводят работу, как правило, психолог. Потому что у воспитателя компетенции может не хватить на то, чтобы объяснить детям определённое, ну, как бы состояние. Очень много в литературе случаев. То есть в каждой сказке, у меня даже есть некоторые цитаты, можно вот эту литературу привлекать, ну, как бы нам во благо, да? Ну, вот, например, давайте. Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Зовёт Алёнушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козлёночек. Залилась Алёнушка слезами. Какое она сейчас испытала чувство? Какую эмоцию? Какую эмоцию? Печали, горе, да. Печаль – это, ну, когда уже ушёл безвозвратно. Да. А горе – это ещё есть шанс вернуться. То, что же вернётся. Да. Вот. Ну и, ну, много таких. То есть прямо даже в сказках, да? Мы можем ребёнка спросить. Вот если взять любое, практически любое литературное произведение, оно прямо вот окрашено эмоциями. Надо уметь это читать, вычленять. То есть чем больше ты будешь тренироваться в этом, тем больше ты будешь узнавать. Вы знаете, ещё мне очень нравится такая методика, когда через арт-терапию, да, мы с вами работаем с детьми. Потому что включаем, например, ту или иную музыку, вы можете также спокойно готовить ужин, да, и в это время, например, у вас звучит какая-то музыка, и вы, и я начинаю рыдать. Ребёнок меня спрашивает, а почему ты плачешь? Ведь всё было хорошо. Я говорю, ну такая печальная музыка, да? И вот это, он, о, да, действительно. А почему она печальная? А кто там умер? Да. Я говорю, нет, не умер, это как раз время осени, да? И вот мы вот эти вещи можем с вами, с нашими детьми проговаривать, что такое. Вот у меня был, например, в практике такой момент, когда девочка вообще не знала, что такое осенний лес. Да, и когда мы ей говорим, а представьте, что вы сейчас в осеннем лесу, да, она удивлялась и говорила, а это как? А что там в осеннем лесу особенного, да? Это тоже момент как раз нехватки вот этого эмоционального интеллекта, потому что я не могу представить, у меня нет опыта. А вот это как раз связь с IQ, то есть со сферой общей осведомлённости. Опыта нет в этом, сложно переложить. И поэтому я не могу прочувствовать даже, да, что там такое может быть. Я не могу провести ассоциацию между явлением и чувством. Поэтому слушаем музыку, читаем книжки, разбираем цветотерапию. Расскажите про цветотерапию, какие методики есть? Ой, это огромное количество методик, но в семье приемлемо что? Предлагается ребёнку выбрать одежду с утра. То есть выкладывается разных цветов, как правило, всё разноцветное. Ребёнок выбирает. Почему ты выбрал это? Да, почему я всё голубенькое хочу одеть? Ну, я потому что такое... Воздушное лёгкое настроение сегодня. Да, я сегодня как солнышко беру жёлтое. Мне сегодня грустно, я возьму потемнее. То есть вот почему? Вот это ключевой вопрос, да? Почему, да. Почему это? Выбери что, почему. Была такая, ну, это, наверное, лет 10 назад внедрялась такая методика эмоциональных карт. То есть ребёнку в течение дня предлагался набор карточек Люшера. И, например, с утра приходит, выбирает цвет, фиксируется результат, потом после прогулки, и вечером, когда ребёнок уходит. И эта вот методика, она велась в течение недели, например, на фоне группы, а потом отслеживала состояние ребёнка. Тоже показательно. Эмоционально тоже, да? Доказательно, а потом беседовали с родителями. И выяснялось, что, например, когда ребёнок брал какие-то тревожище цитая, что там что-то в семье происходили, какие-то явления или ещё что-то. То есть ребёнок, он приносит это, привносит. Но и в течение дня, конечно, смена настроения приветствуется. Смена настроения, да. Потому что, ну, какие-то... Мы не можем уже всё время быть на подъёме, да? Ну, когда всё на подъёме, можно сказать, что вы идиот. Да. Ну, и когда всё совсем уже печально, да? Ну, это уже красивое состояние. Ну, знаете, вот тоже печаль, это да, это глубокое чувство, ведущее к депрессии, но большой-то как бы скачок в эмоциональном развитии даёт именно то, когда мы переживаем какое-то падение. То есть какое-то острое ощущение какой-то вот, я не знаю, не то что потери. На уровне выживаемости? На уровне выживаемости, да. Вот мы как раз вот испытываем такое состояние, которое нам даёт волшебный, будем говорить, пенди. Но надо учитывать тут один такой нюанс, что в этой ситуации никто не должен помогать. Никто и ничто. То есть только сам человек. Ты должен только сам. И тогда ты достигнешь высоты. Потому что когда ты сыт и весел, ты думаешь, что у меня ещё есть резерв, и я ещё немножко протяну, и ничего делать тебе не хочется. А вот когда ты уже вот падаешь, и тебе надо оттуда как-то со дна-то выплывать, и ты начинаешь... Ну, я говорю сейчас о продуктивных вещах, и говорю о зрелости эмоциональной. То есть это не про детей больше, да? Не про детей, это уже осознанность такая. И ты начинаешь давать отчёт своей эмоции, не то что отчёт, ты её прожил, и начинаешь, у тебя ум устаканился, и ты начинаешь думать, что тебе делать, как оттуда выплывать. То есть нет паники. И вот тогда называется это прорывом, да? Это называется именно это прорыв. Потому что если взять вот все изыскания, все истории успеха, то, как правило, успешные люди, они все добивались всего сами. Состоятельно, да-да-да. То есть у них ничего не было, и в какой-то определённый момент их вот начинало вот вывозить. Вот вы когда сейчас говорили про то, что ты когда весел и сыт, и ни о чём не думаешь, у меня сразу же сказка «Три поросёнка», которые сегодня с утра заслушали за завтраком. И когда я ребёнку объясняю, что вот только один решил, что он должен построить к зиме дом, а два просто веселились, были сытыми и довольны. Тут ситуация такова, что, ну это уже говорю про взрослых людей, состоявшихся, вот тут надо научиться жить сегодня, немножко заглядывая в завтра. В завтра. То есть мне хорошо сейчас, я живу сейчас, но я предполагаю, что будет завтра. То есть этот поросёнок знал, что будет холодно, будет ветер, будет... Поэтому надо строить дом. Он немножко заглядывал в завтра. Ну вот это не свойственно детям однозначно. Нет, это взрослая позиция, зрелая. Эмоциональная. Да, зрелая эмоциональная позиция. Хорошо, очень интересно у нас сегодня такая программа получается. Давайте ещё проговорим про вещи, когда, например, возникают ситуации, что эмоции, да, мешают нам принимать какие-либо решения. То есть, знаете, говорят, что там, да, откинь эмоции, вот сейчас холодным умом, трезвым рассудком ты должен принять решение. И ведь чаще всего, вот чем больше читаешь литературу, да, чаще всего говорят, что вот эмоции в это время нельзя было отбрасывать. Нельзя. Ещё раз вернусь. В чём особенность, да? Эмоции – это бессознательно. То есть это очень-очень опытная операционная система. Да. Мы её не можем не изменить, мы не можем её не подавить, ничего. А то, что накладывается потом, это наши надумки, наши задумки. Это наш ум. Наш ум, он очень неизворотливый, он предлагает множество вариантов, и мы в каком-то варианте начинаем застревать, и начинаем эту ситуацию вообще вот всю продавливать, и накручиваем, и накручиваем. А по сути-то нам надо только 12 минут пережить. То есть мы пережили эмоции, успокоили ум, привели дыхание в норму, и начинаем действовать. Но эмоцию подавить невозможно, мы её всегда проживаем. Всегда проживаем. Но тогда я немного запуталась. Если, например, я испытываю гнев, но я его не выразила, этот гнев, да, то я его подавила. И дальше у меня там... Вы подавили не гнев. Я подавила. Вы нажили новое состояние и накрутили на него какое-то... то, что было. Вы гнев испытали в связи с чем-то, с каким-то фактором, да? Вот что-то вас побудило к этому гневу. И вы накручиваете вот на этот фактор своё настроение. Свои вот эти изыскания ума. Всё. Всё. Теперь мне ясно и понятно. Надеюсь, что и нашим слушателям тоже много что стало понятно. Елена, в завершении нашей программы хочу попросить, можете ли вы порекомендовать нам пару-тройку книг, да, авторов? Что можно почитать по этой теме, которую мы сегодня с вами раскрываем? Ну, как сказать, меня очень заинтересовала книга человека, который внедрил именно это понятие эмоциональный интеллект. Это Дэвид Голлман. Эмоциональный интеллект. Так и называется книга. Написана очень структурированно, научно и в то же время достаточно доступным языком. Да, мало того, я могу порекомендовать вам, друзья, послушать аудиоверсию, если вы, например, не хотите читать, можно скачать на флешку и в машине едете и слушаете. Там есть о чём-то, да? Приятное, приятно слушать, да. Для детей есть набор игр, изучаем эмоции, и есть, как сказать, целое словари эмоциональные. Я вообще предлагаю родителям изучить даже самим эти эмоциональные словари. Ну, я перед тем, как идти в эфир, посмотрела в сети книжных магазинов. Практически везде эта литература присутствует. В огромном количестве. Я сейчас в завершение вспомню, была на тренинге, где нас попросили в течение минуты написать состояние эмоциональное, которое мы испытываем. И потом попросили прочитать их и посчитать, у кого их больше. Так вот, у женщин их оказалось намного больше, нежели у мужчин, потому что у нас такая смешанная была группа. И мужчины хором сказали, как мы вам завидуем, милая женщина. Потому что женщина, она переживает больше эмоций, и у неё в связи с тем, что она переживает больше эмоций, интуитивности больше. То есть интуитивности в считывании окружающих. Вот. А что такое интуиция, да, по версии некоторых людей, не очень научного общества? Это то, что, в общем-то, дало нашему женщине возможность тысячами лет жить и не думать. Ну, не думая, да. У неё появилась интуиция. Как хорошо, что у нас она есть, да, у всех. Ну что, друзья, сегодня мы говорили об эмоциональном интеллекте. У меня в студии была гостья педагог-психолог Елена Петушкова. Лена, спасибо вам большое и ждём вас в следующий раз. Да, и ещё, кстати, именно эту же тему, но в более широком формате, мы расскажем на родительском, на общегородском родительском собрании, которое случится 15 марта. Все подробности вы узнаете, если будете читать нас в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. До встречи.